Спустя 8 месяцев в онлайн формате состоялось очередное второе заседание Делового Совета Индия-Центральная Азия. Руководители торгово-промышленных палац стран-участниц в ходе диалога рассмотрели точки взаимодействия в реализации инвестиционных проектов, а также создании благоприятных условий для бизнеса. Тамара Соломатина расскажет о партнерстве со страной, с которой издавна соединяет Великий Шелковый Путь. Идея создания совместного делового совета зародилась в Древнем Самарканде, где в январе 2019 года состался первый индийско-центрально-азиатский диалог на уровне министров иностранных дел. Сегодняшняя встреча в онлайн формате подтвердила эффективность данной платформы в процессе оптимизации сотрудничества стран-участниц, закрепив уже достигнутые договоренности и обозначив новые направления. Как говорили выступающие, в условиях пандемии такой подход особенно актуален. Столкнувшиеся с одной из самых глубоких в истории мировой экономики рецессии, страны Центральной Азии и Индия находят совместные пути для расширения торгового оборота, реализации целого ряда бизнес-проектов с целью организации новых рабочих мест и роста деловой активности на рынках. Индия, рассматривающая экономическое взаимодействие с каждой из пяти стран в качестве зоны расширенного соседства, называет Узбекистан главным стратегическим партнером. Узбекистан занимает особое место в этом деловом совете. Это благодаря инициативам и высокого уровня личным взаимоотношениям премьер-министра Индии Нарендра Моди и главы нашего государства Шаркат Миромановича Мерзияева. За эти годы было уже два визита высокого уровня нашего президента в Индию и планируется визит премьер-министра Нарендра Моди в ближайшее время. Индийские компании заинтересованы в поставках в Узбекистан фармацевтических препаратов, механического оборудования, запасных частей для автомобилей, целой линейки услуг. В Индии, в свою очередь, наша страна экспортирует фрукты, овощи и продукты их переработки, удобрения, экстраты, смазочные материалы и другие товары. В настоящее время рассматриваются проекты строительства автомобильных дорог и городской инфраструктуры, что призвано пополнить банк сотрудничества. Мы за последние годы практически в два раза увеличили свой товарооборот. Нужно сказать, что около 300 совместных предприятий с индийским капиталом, большинство из них со 100% индийским капиталом, сегодня успешно функционируют. В фармацевтических, сельскохозяйственных отраслях у нас имеются и зарубежные университеты, Амития, Шарда, фармацевтические компании, которые активно инвестируют на узбекский рынок. Участники видеофорума высказали предложение по сокращению различных барьеров, препятствующих развитию торговли, а также повышению взаимодействия деловых кругов. В целом, дана положительная оценка всему спектру отношений как в многостороннем контексте, так и текущему состоянию двустороннего взаимодействия.